В Государственном музее истории Тимуридов состоялась церемония награждения археолога Департамента Исламского Искусства Музея Лувр и научного куратора первой выставки Узбекистана в Лувре Рок-Каранте, чья профессиональная деятельность на протяжении многих лет связана с Узбекистаном и культурой региона. Рок-Каранте не просто опытный археолог, специализация которого направлена на изучение древнего исламского искусства, он прирожденный энтузиаст. И именно за это, 24 сентября, он был удостоен звания почетного профессора Бухарского государственного университета, который является одним из старейших вузов Узбекистане. Взаимодействие между Академией наук Узбекистана и Фондом развития культуры и искусства проводится успешно, за что я выражаю свою благодарность. Уже проведено много работы для успешного проведения выставки во Франции. Наша совместная работа приносит пользу, а именно в плане обмена опытом. В конечном итоге мы покажем те экспонаты, которые впервые увидят посетители. С 2009 года Рок-Каранте является археологом в Узбекистане, который работает здесь с крупной миссией Луври. И в честь того, что этот проект мы начали в 2017 году совместно с ним, сегодня мы поздравляем его с такой высокой наградой нашего Бухарского университета, с тем, что он стал почетным профессором. И вместе с тем объявляем финишный прямой к нашему проекту, который открывается 21 ноября в Лувре. Результат проводивых реформ не заставляет себя ждать. На музее Лувр пройдет выставка «Сокровища оазисов Узбекистана» на пересечении караванных путей, в основу и сознание которой внес неоценимый вклад Иерок Каранте. Он лично отбирал экспонаты для значимого с точки зрения популяризации истории Узбекистана мероприятия. Я очень рада принимать участие в организации предстоящей выставки. Совместная работа между Узбекистаном и Францией – это большая победа. Я думаю, что это и вправду позволит укрепить культурные связи между нашими государствами. Между Фондом развития культуры и искусства и Музеем Лувр был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Запланировано, что предстоящая выставка будет проходить 3,5 месяца. На выставке будет представлено 138 экспонатов. Помимо этого, она будет полностью освещаться зарубежными СМИ. Несомненно, подобное признание заслуг повлечет за собой не только достойную оценку его труда, но и послужит дальнейшему развитию культурных связей между Узбекистаном и Францией.